Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Звездная память. Чуваши отметили 88 лет со дня рождения космонавта Андриана Николаева. Квоты на работы. Минтруд Республики отчитался о трудоустройстве инвалидов. Ночь, темна. В этнопарке Амазония до сих пор не работает освещение. Сегодня в Республике отметили знаменательную дату. Исполнилось 88 лет со дня рождения Чувашского сокола. Торжественный митинг прошел в селе Шоршало. Вспомнить дважды героя Советского Союза. Приехали его родственники и друзья. В день рождения Чувашского сокола для жителей его родного села приготовили уху. Известно, что космонавт номер три был заядлым рыбаком. Любимый рецепт покорителя вселенной – суп из самов и сазанов. В Шоршалах его называют ухой Андриана. Он, когда приезжал на родину сюда, в Шоршало, рыбачил на цивиле. Цивиле у нас, река рядом. Это уха для гостей, уха от Андриана. Называется наша уха. Картофель, лук и рыба. В Шоршалах чуть ли не каждая мать видит в своем ребенке будущего космонавта. Как начинался непростой путь к звездам юного Андриана, здесь знают многие школьники. Повторить его подвиг – голубая мечта большинства мальчишек. Кто у нас космонавтом хотел стать? Да, мечтаю. Потому что там, когда взлетаешь, очень классно. Кадры с квадрокоптера. Родина Чувашского сокола как на ладони. Он говорил, что Шоршало и звезды над ними ему снятся часто. Своё село он любил всем сердцем. И именно благодаря космонавту здесь появился музейный комплекс. Это «Волга» недавний экспонат. За рулем автомобиля передвигался сам Андриан Николаев. В ближайшие годы здесь намерены обустроить ландшафтный парк. Он будет похож на Солнечную систему. У нас эскизы каждой планеты, еще плюс ландшафтные композиции. То есть Марс, например, красноватые эти кастарники, да? И вешено-зеленые. То есть так и многолетние травы. И сами планеты будут в форме садового светильника. Они будут светиться. Глава республики говорит, что многому научился у космонавта номер три. Михаил Игнатьев вспоминает, как Андриан Николаев проводил в его классе уроки мужества. Когда в школе мы учились, смотрели, он же в форме, в орденах и медалях, когда рассказывает, как космос, мы-то смотрим, звезды, вселенная. А он же покорил это все. Вот столько надо было мужества ими. Я-то научился, наверное, трудолюбивым. То, что родители воспитали, и его пример послужил. Надо быть целеустремленным, надо быть трудолюбивым. В часовне, где похоронен дважды герой Советского Союза, отслужили молебен. Память о покорителе космоса будет жить вечно, ведь именно он в числе первых открывал дорогу к звездам. Сейчас к орбитальному полету готовится 122-й космонавт России. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с руководством некоторых предприятий республики, работающих в сфере строительства. Компания «Промстройтехсервис» предоставляет услуги по строительству подземных коммуникаций методом горизонтально направленного бурения. Юрий Михайлов рассказал, что сейчас технологии позволяют проходить без подъема грунта до 500 метров. Так не разрушаются имеющиеся коммуникации. Помимо Чувашии, компания работает во многих регионах России. Сейчас в компании работают 60 человек. Во время выполнения крупных заказов численность сотрудников достигает 110 человек. Делая яма, вырисовываясь за то, что создаете дополнительные рабочие места, несете общественную нагрузку. Рассчитываем, прежде всего, на вас, что ваши успехи будут еще лучше. Сегодня же Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с руководителем компании «Делфинстрой». Обсуждались вопросы строительства социально значимых объектов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В текущем году строительная организация ввела в эксплуатацию 25 тысяч квадратных метров жилья. Тот земельный банк, который мы на сегодняшний день располагаем, обеспечивает, но при той динамике, которая есть на сегодняшний день, экономическая ситуация, это ближайшие 13-15 лет. Это гарантированно обеспечение работы сотрудников. Глава республики отметил, что компания ответственно подходит к строительству микрорайонов. Кроме жилья, там есть вся необходимая инфраструктура. У вас по тем показателям, которые я посмотрел, примерно 670 тысяч квадратных метров по развитию жилищного строительства, других объектов, включая социальную сферу, где еще органы власти могут оказаться действий для того, чтобы лучшую, благоприятную, комфортную среду создавать, для того, чтобы эти микрорайоны нам, начатые микрорайоны, быстрее развиваясь, соответственно, закрывать поэтапно. Как в республике помогают найти работу людям с ограниченными возможностями здоровья? Об этом говорили на расширенном заседании коллегии Минтруда Чуваши. 26 тысяч человек, столько в республике трудоспособных инвалидов. Из них реально трудиться могут около 9 тысяч. И подыскать рабочее место несложно. С начала этого года центры занятости населения работают по новому принципу. Мы связываемся с ними в целях уточнения потребностей в трудоустройстве и при необходимости оказываем иму содействие в трудоустройстве. Направляем на прохождение профессионального обучения, оказываем психологической поддержки и другие государственные услуги. В помощь база вакансии работа в России. Здесь собрана вся актуальная информация. Только тут на выбор более 300 рабочих мест. Кроме того, самый действенный способ – квотирование. Республиканский Минтруд активно работает с предприятиями, которые трудоустраивают инвалидов и создают для них специальные рабочие места. На сегодня 402 на все оборудованные места были в свое время трудоустроены инвалиды. На сегодня 402 инвалида продолжают трудовую деятельность. 265 рабочих мест ликвидированы в связи с закрытием, ликвидацией предприятий и организаций. И имеется пока 53 свободных рабочих места, на которые органами службы за населением осуществляется подбор для трудоустройства инвалидов. Еще один бонус – тем предприятиям, на которых 50% работников – инвалиды. Они получают дотации из бюджета республики. В этом году распределяют почти полтора миллиона. Отметим, что сейчас в организациях и компаниях Чувашии трудится 6000 инвалидов. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Чувашия получит 26,5 миллионов рублей на капитальный ремонт поликлиники Республиканской детской клинической больницы. Трехэтажное здание поликлиники построено в 1985 году и за 32 года. Значительные средства на обновление всех помещений поликлиники, технических систем и коммуникаций выделены впервые. При капитальном ремонте сохранят созданную в поликлинике доступную среду для пациентов с ограниченными возможностями. В этом году отмечается 215 лет финансовой системы России. Профессиональный праздник объединяет всех специалистов сферы, руководителей, сотрудников, студентов, преподавателей и ученых. Каждый сотрудник вносит свою лепту в развитие как Чувашии, так и России в целом. Благодаря эффективному взаимодействию с руководством страны ежегодно увеличивается объем безвозмездных поступлений из федерального центра. В том, что правительство Чувашии выполняет все взятые социальные обязательства, немалая заслуга и финансистов. За 8 месяцев текущего года республиканский бюджет Чувашской республики исполнил в целом подоходом в объеме 28 миллиардов рублей. С ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 10%. Расходы бюджета на 1 сентября составили 25 миллиардов рублей. При этом обеспечивается своевременное финансирование принятых в республиках расходные обязательства. Как результат этой планомерной работы Чувашия вошла в число лидеров национального рейтинга инвестиционного климата, заняв подчетным доверенностью. Успех в финансовой сфере напрямую зависит от рачительного отношения к бюджетному рублю. К человеку, стоящему на страже финансового благополучия региона, предъявляются высокие требования. Они должны быть, прежде всего, какие? Они должны быть, во-первых, честными, во-вторых, порядочными, чтобы, когда разрабатываются разные схемы, они были максимально минимизированы, открыты, были чтобы публичными от разных лазеек мошенников. Лучшие финансисты республики получили заслуженные награды. Родион Архипов, Сергей Аудушкин, Республика. Ночь, улица, фонарь и темнота. Это все в строящемся этнокомплексе Амазония. Отсутствие электричества лишь одна из проблем, которые видно невооруженным глазом. Об остальных в нашем материале. Отличная площадка для любования звездами. Так окрестили этнокомплекс наши коллеги с портала на связи. С ними согласны и жители города. Звезды превращают все это в сказку. Пару дней назад тоже решили взамен залива приехать погулять сюда вечерком. Каково было удивление увидеть полный мрак. Приехали в итоге в Парк Победы. Думаю, освещение вскоре включать будут хотя бы до 23.00. Ну а там какой-нибудь дежурный должно быть. Там стоят красивые фонари буквально через полтора метра друг от друга. Это дизайн такой для солнечного дня. Когда появится освещение? Этот вопрос волнует и руководство республики. Вечером это опасно, что там на каждом участке будем выставлять полицейских, что ли. Это практически невозможно. Подрядчик говорит, что работы все выполнил в полном объеме. И у него есть такт прием-передачи, в котором подписано, что Министерство культуры все это приняло. После этого она была разграблена. Тоже на 8-9 миллионов рублей. Теперь разбираться в этой ситуации будет суд. Минкультура республики уже подала исковое заявление. Не все в порядке и с другими видами коммуникаций. Подрядчик допустил многочисленные нарушения, а сейчас находится в стадии ликвидации. И эти люди, они тоже черной списке должны быть. Но, к сожалению, выигрывают контракты, никто ничего не расторгает и так далее. Понимаете, и в итоге мы имеем сами проблемы, а потом рассказываем. Вот как подрядчики плохо выполнили свои работы и так далее. Они вообще даже к государственным муниципальным заказам близко не должны подходить. Исправлять недоделки придется другой организации. Поиски уже идут. В целом, по словам министра культуры, общая работа по проведению коммуникаций, электричества, газа и водоснабжения будет завершена в ноябрю. Татьяна Леонтьева, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика. Заброшенные автомобили убирают с Чебоксарских улиц незадолго до эфира. Мы с нашим оператором стали свидетелями этого процесса. На что только не идут люди, чтобы эвакуатор не забрал их автомобиль. Однако в этот раз все было не так. Но вот в данном случае бежать за эвакуатором, который вводит эту газель, никто не будет. Судя по всему, хозяин не объявлялся уже много лет. Спущенные шины, ржавый капот, выбитые стекла. Владельцу явно безразлична судьба автомобиля. Такие транспортные средства могут стоять во дворах по нескольку лет. Мешать уборке снега, проезду спецслужб, занимать парковочное место. Убрать подобный автохлам со своего двора могут жители. Жители обращаются в различные органы, включая и участковым, и в ГИБДД, и в нашу администрацию, и в городскую администрацию. Бросит убрать данный автомобиль. Мы оперативно проводим разъясные мероприятия по установлению владельцев автотранспортных данных средств. И, соответственно, потом, если владелец пропал или куда-то уехал, временно перемещаем данные транспортные средства на штрафплощадку по лапсарскому проезду. За 2016 год на штрафстоянке оказалось 17 машин. В этом году туда отправится еще 13. Если хозяин все-таки объявится, чтобы вернуть машину, придется раскошелиться. Час на штрафстоянке стоит около 54 рублей. То есть за сутки почти 1300. Плюс доставка на эвакуаторе – 182 рубля за километр. Иными словами, хранить такое добро под окнами квартиры невыгодно. Что касается эвакуированной «Газели», то желающий припарковаться на ее место нашелся сразу же. В Чебоксарах возбудили уголовное дело в отношении сотрудника частного охранного предприятия. В ночь его дежурства в столичном клубе «Космос» погиб посетитель. По версии следствия, около двух часов 15 августа текущего года в фойе одного из ночных клубов, расположенных в новоежном районе столицы республики, между сотрудниками охраны этого развлекательного заведения и 35-летним посетителем, произошел конфликт, в ходе которого последний был уложен на капельный пол. Один из охранников является сотрудником частного охранного предприятия, находясь в это время на дежурстве в этом клубе, превышая свои должностные полномочия и применяя насилие, удерживал указанного посетителя в положении лежа на животе лицом вниз, надавливая ему коленом в области задней поверхности грудной клетки. Тем самым он затруднил потерпевшему доступ кислорода к дыхательным путям, что в совокупности с поступлением в них желудочного содержимого привело к развитию комбинированной механической асфиксии, которая привела к смерти мужчины на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени. Следственное управление Следственного комитета по Чувашии обращает внимание, что расследование всех обстоятельств гибели мужчины проводится самым тщательным образом. В субботу 9 сентября пройдет 79-я легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чуваша» о памяти дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андриана Николаева. Соревнования будут проходить на стадионе «Энергия» в Чебоксарах. Эстафета «Советская Чуваша» – одно из самых заметных событий в спортивном календаре республики. По охвату участников она твердо входит в первую тройку наряду с Лыжней Россией и Кроссом нации. Ожидается, что на старт заключительного этапа 9 сентября выйдут свыше 300 эстафетных команд, чтобы определить сильнейших в 13 группах. Торжественное открытие спортивного праздника начнется в 10.00, забеги в 10.30. Планируется, что соревнования состоятся при любой погоде. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь до завтра. А сразу после новостей смотрите программу «По существу». В гостудии директор объединения библиотек города Чебоксара Евгений Бондарев. Речь пойдет о модернизации библиотек столицы республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова